так ладненько продолжаем чё у нас там на повестке дня мы тут а это чё и вена заблудившийся вас так а мне нужна дверь духов по-моему да мяу да дверь духов черта вторжение порождение тьмы ну пойдем ладно почему бы нет надеюсь мне не нужно сейчас было в нижней остров потому что что-то как-то сейчас круг наяривать лишний не хотелось бы так хорошо что тут машинная нора у нас тут это чё за дверь обычная дверь ну пойдем в нору или нет подозрительно да там какая-то тяжелая дверь я постараюсь ладно давай сперва в нору все-таки сейчас здесь ним так где я хочу труда там что там этот самый санса до стопроцентно же я кстати помню этот коридор с этими мыши на минорами и только жутенько напоминает опять же и царство хермеус и мора господи вот так вот смотришь на игры на старые с опытом уже более новых и забавные конечно ассоциации случаются такие дежавюшки наоборот так тут никаких него для чтения нет а жаль будем надеяться что все таки здесь форма духа вообще с учетом того какие тут лабиринты вполне возможно что так и будет и не знаю не спрашивайте как это вообще объясняет это и как это гарантирует но хитро больно бьют кстати а чё не бьешь то он это порождение чем мы и друг слышу что это кричит как будто первый раз число так мы в принципе можем пройти наверх и там огрести а можем пройти вниз и сломать стеночку он боже мой боже мой боже мой боже мой боже мой а мы и там и там огребем в принципе а если и там и там все одинаково зачем платить больше убегаем какая красота ловите ублюдки красота невозможная буху близко нафиг ты эмиссар что мне показалось слышь дядя мне кажется понимаю цвет это одиноко драться не с кем это же не повод меня а вот там вот эмиссар товарища стоит черт его не заметила Слушай, а вот это опасно. Не до лёд. Ммм, ещё здоровье в принципе есть, но я хочу эмиссара шиндарахнуть. Пока не началось. Ну, попади-то хоть в него, ну. Спасибо. Ещё разок. Ещё чуть-чуть. Ну, давай, ну. Да японский бог. Ну, попади-то в него, ну осталось-то всего чуть-чуть. А теперь падает, пожалуйста. Пам! Ещё ржёт лежит. Крисетте. Ты же мой красавец-гном, слушай. Слушайте, он отлично, по-моему, справляется. Вам так не кажется? Я в шоке. Так, я хочу туда. Просто тупик, да? Ничего интересного. Да-да-да-да-да-да-да. Слышь. Я так не играю. Так, Лирио мне не нужен. Я гном, вообще-то. Гном в засаде. Гном в собственном соку. Лежать, тварь. Раскол брони, ты с ума сошёл, что ли? Лежи, отдыхай. Э, алё. Я вот этого била вообще-то. Отлично. Пам-пам-пам. Давай, по роже, по роже. Топором. Слушайте, мне нравится наш крепенький, такой, знаете, крепко сбитый, такой маленький, крепкий, как, я не знаю, как маленький таран, а идёт и всех просто уничтожает на кошмарном сне. Если, конечно, не произошла какая-то странная фигня, и, несмотря на то, что кошмарный сон включён, игра не воспринимает его. Ну, это же глупо. Такого же не может быть, иначе зачем такая функция в настройках? Не знаю, слишком легко. Может быть, конечно, вот я бухтела, помните, то, что вроде прокачиваешь персонажам нужные им навыки и всё такое. А ничего, мол, не получается, они промахиваются. Может быть, всё-таки всё и хорошо всё это время было, и вот, в общем-то, оно и явилось. И прокачка, и всё. А может быть, это ещё что-то? Я не знаю, но слишком легко. Это странно. Серьёзно, я вот прям чувствую подставу какую-то. Это странно. Я не привыкла, знаете, играть на кошмарных всяких уровнях сложности, потому что обычно они все достаточно сложные. Поэтому я на них не прохожу игры. Но при этом слишком легко. С другой стороны, в последний раз такая фигня была буквально недавно, когда мы играли в баннер сагу. Я проходила на нормальном уровне сложности, а потом что-то как-то поняла, но что-то как-то больно всё легко мне даётся. И пересела на хард. В финальной битве, конечно, огребла вообще от души. Вообще по полной. Бомбила у меня там три часа на этой финальной битве. Но потом всё-таки я пошла, поспала, проснулась и потом с первого раза всё зашатала. Так, там мы были. Так что, конечно, тут тоже вопрос стоит. Не знаю. Конечно, хотелось бы, знаете, потешить себя. Мысли то, что я неплохо играю. Я вообще девка ураган. Но я знаю себя. Я и игры на харде... Мы несовместимы. И именно поэтому у меня прям тотальное-тотальнейшее недоверие вот к тому, что происходит сейчас здесь. Но при этом настройки говорят, что хард. Я не знаю. Я не верю с одной стороны. С другой стороны я вижу своими глазами, что вроде да, включён. Но это странно. Я могу тут залезть, а могу в дверь открыть. Там, наверное, опять какие-нибудь маги или ещё какие-нибудь крысы. А, нет, это другая. Хотя нет, 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 стоп. Это то же самое всё. Ползи обратно. Так, ребятня. О, разорвались ты. Пункт. Красиво падаете. Этот почти сдох. До свидания. Да умри ты, господи. Ой, заманали. Первый пошёл. Второй пошёл. Нет, не пошёл. Вот сейчас пошёл. Всё, пошёл. До свидания. Тебе так нравится, как он это говорит? Ну вот зачем они лезут? Жалко, вот знаете, вот когда выбираешь голос, ты слушаешь озвучку. И она, возможно, тебе не понравится, ты выберешь другой голос. Но при этом некоторые фразы в каких-то определённых голосах, выбранных, они могут быть интереснее. И больше подходить, например, твоему персонажу. Но ты их никогда не услышишь, потому что голос тебя бесит. Это, конечно, обидно. Вот с Гномом хорошо, что у нас так получилось, потому что фразочки, которые он говорит, мне они очень нравятся. Они как-то подходят моему прохождению. Типа, здрасте. Типа, до свидания. Ой, да какого хрена? Здрасте. Знаете, вот я подумывала, когда начинала прохождение, думаю, ради разнообразия, что ли, мага взять. Знаете, я вот сейчас вот играю и думаю, что... А это хорошо, что я этого не сделала, потому что... Это всё очень опасно было бы. Конечно, я бы его прокачивала так же, как и Мориган. Ну, в том плане, что... Та же магия, та же сила воли. Ну, всё то же самое. Но... Вот здесь, мне почему-то кажется, я бы огребла. Я не знаю. Очень интересно, сохранение дали. Почему? Подожди-ка. А что тут тогда? А, тут, наверное... Просто фигнюшка какая-нибудь, да? Тупиковая, да, тут комнатка? Да нет, слушай. А, ну то есть я могла бы вот обойти, да, грубо говоря. Ну ладно. А я не хочу обходить, я хочу опыт. Что-то я протупила немножечко сейчас. Так, где вы там есть-то, вы, спиди? Давай. Блищ! Ляпота! Нет, стоп, подожди. Кто тут самый хиленький? Ты. До свидания. Понятно. Давай, включай. Первый пошёл. Не говори вообще. Второй, я сказала. Ой, надо было этого бить. Чё-то я... Слышь. Внимания не обратила. Чё-то опыта за них так мало дают. Прямо обидненько. В то время, как нам нужно аж 8 тысяч, грубо говоря, накопить до 15 уровня, мне дают за каждого Гарлок, Генлока, кто там они... Чё-то не обратила внимание. По 12 опыта это чё-то как-то вот... Не очень. Так, опять сохранение. Подозрительно, однако. Сейчас будет демон, да? А, это та самая комната, куда бы мы попали в виде мышки. Да, да. Тихо, тихо. Я чёрт. Чёрт. Чё-то я как-то сагрила, по-моему, равноватых, не? Не шевелись, а не услышат. А, это наш чувак. Ну, это духи. О, это духи. Это хорошо. Подожди ты, господи. Иди сюда. Давай. Давай. Ну да. Ой. Так-то чё-то не очень. Поджигать их, наверное, глупо, да? Нифига, они шмаляют, слушай. Вот это да. Вот это мне не понравилось чё-то сейчас. Вы видели вообще их атаку? Ну-ка, включи-ка щит. Щит, говорю, включи. Охренеть. Вы чё, ребят? Мужик, помогай. Вот это уже опасно. Скажу я вам честно. Бежать, отдыхать. Вы чё, сходили с ума, что ли? Быстро, быстро. Всё, минус один. Нафиг вас. Лечилка. Маленькая хотя бы. Лечилка, говорю. Бей. Надо тут штуку включить. Вот тут уже чё-то как-то больновато. Они лечатся? Это ты делаешь, да? Тварь. Надо его убивать. Он лечит их, реально. Надо... Слышь. Я щас обижусь. О, он жирненький. А, он ещё себя там лечит. Блин. Ладно, давайте... Я надеюсь, ты выживешь после этого? Нет, это рискованно. Давай вот тебе... Тюкнем. Отлично, умер. Всё, нормально. Самое страшное мы вроде... О, чё это у меня? А! Меня восстановило, потому что я тут стою, что ли, в этой руне? Или из-за того, что я форму сменила? Хотя какая... Как это связано? Слышь? Сейчас вроде стою и не лечу. Но, вы видели, у меня здоровья было меньше. Или мне проглючило? Не так важно. Вот это, кстати, сейчас было опасно. Я знаю, что тебе нужно отдохнуть, друг мой. Я понимаю тебя, но... Посыпаюсь? Отлично. У нас всё есть. Задание обновлено. Мы можем уже пойти к главному боссу, но мы этого не сделаем. Естественно. Потому что нам нужно освободить ещё всех остальных. А, чё я не... А, потому что призрак, где это есть, то его свой дух. Красавчик. Это этот, знаете, этот... Рот. Из Властелина Колец, помните? Ладно. Очень быстро ты передвигаешься, конечно, друг мой. Я все понимаю. Что-то их там дохрена. Что-то, да. И, кстати, да, мне все еще нужно уничтожить гада этой локации. Тук-тук, сова. И... это не он. Где он? Вот, нет, не он. Где? Он же должен быть где-то. Господи, напугала дура. Что Кенса, это непонятно. Так, давай, добей. И нет тебе, смотри, как здорово, да? Гном. Форма гнома. Роняй. Двоих, что ли, уронил? Нет, оказалось, господи. Стоят такие. Ну, как бы, стойте, ради бога, я же не против. Отдыхай. Что-то долго не действует на него. Пошел вон. Еще разок слышались. Все, что ли? Ловите. Че молчите? Поймали, что ли? Шутка за 300. Очень новая. Только на канале 7. Я постараюсь. Так, умирай, пожалуйста. Спасибочки. Так, пока твой друг лежит. А вот и жирненький. Так. Ну, вприня... А, кто снял с меня все это доброта? А я же сама это сделала. Так. Нет, давай сперва тебя. Ты тоненький, худенький. Мы сейчас тебя быстренько оформим. Бум-бум-бум. Надо бы подлечиться через пару ударов. А че ты стоишь-то, господи? Не работает это на меня двали. Ой-ой-ой. Минус, минус, минус. Лечимся, лечимся, лечимся. Ты. Надо все-таки вот так вот сделать, чтобы я больно медленно бью. Давай. Роняй. Давай-давай. И еще разок. Зашелись. Все. Теперь можно сконцентрироваться на этом уроде. Ну да, ну да. Щит себе, знаешь, куда свой засунь? Смотришь, тебя даже никто не защищает. Ты нахрен никому не нужен. Ау. А че тут стоит? Не то, чтобы я была против. Красота. Красавец-гном. Можешь сохранить меня? Спасибочки. Жила. Тьфу. Какая дрянь. Ну че, друг мой? Кто кого? Один на один. Давай, выходи на бой, тварь. С удовольствием. Хорошо. Че-то они какие-то легкие, серьезно. Мне это напрягает. Они не должны быть такими. Наверное. Так, щас будет махач. Final battle и все такое. Я подожду. Это кто такой вообще? А, это угроз. Не признала что-то, друг. Прости. Ладно, щас подождем немного. Уткель-крушитель. Лови, уткель. Че, все что-то, господи. Это шибись. Вот Кель, молодец. Я боюсь, честно говоря, в гнома превращаться. Я боюсь, что он меня в руки возьмет и ударит мне, по-моему, несчастному позвоночнику. Эм. Голем это он не поднимет хотя бы. Да ты слышь. Слушай, ты меня бесишь. Лови камень. Давай играть в волейбол. Ты смотри, че делают. Ты смотри, че делают. Они мне, кстати, лицом, знаете, напоминают этих самых птеродактилей. Вот что-то такое есть. Всегда напоминали. Да хватит ронять меня, слышь. Да ты заманал. Серьезно, достал. Падай. Свино-то какая, а. Все, я пошла. Задание обновлено. Так. Все, что ли? Ну ладно. Теневой пьедестал. Еще один остров очищен. Осталось вот этот очистить, потом спасти своих. И все, в общем-то. Все формы у нас есть. Еще, да, нужно будет пройтись чуть-чуть. По остальным островам. Потому что там были теневые двери. Неплохо бы их открыть и получить. Всякие бонусы к силе ловкости и отчаянию. Почему-то хотела сказать, не знаю почему. Но вы поняли. Так, это дух, да? Теневой портал. Серьезно? Книжка. У меня, кстати, не кушак ли все это время стоял? Ну, конечно. Я-то думаю, чем не бьют. Право уничтожения. Про него, в принципе, в курсе. Ну, давайте. В 83-м году века славы одного из магов Неваранского круга застегли занятиями запрещенной магии. Хромовники тотчас казнили его, но это вызвало недовольство в Неваранском круге. Маги, мстя заказненного собрата, устроили несколько магических нападений хромовников. Но рыцарь-командир не сумел выяснить, кто из них за это в ответе. Три месяца спустя маги вызвали демона и выпустили его на своих надзирателей-хромовников. Демонов, однако, не так-то просто, не так-то легко подчинить своей власти. Может, своей волей, может быть. Перебив первый отряд хромовников, которые пытались остановить его, демон овладел одним из тех, кто его вызвал. Одержимый прикончил без разбора и хромовников, и магов, а затем вырвался на волю. Верховный жрец отправил в погоню за беглецом легион хромовников. Год спустя они убили одержимого, но до того он успел уничтожить 70 человек. Верховная жреца Галатея, помня о Неваранской катастрофе и, надеясь в дальнейшем предотвратить подобные случаи, даровала всем владыкам церкви власть уничтожать весь круг, если они сочтут его неподдающимся исправлению. Это право уничтожения за последние 700 лет осуществлялось 17 раз. Из труда о кострах, кругах и хромовниках. Бла-бла. Вот так вот, в общем-то. Надо поменять кушак, черт возьми. Замечательно. Можно, кстати, поставить к защите, потому что огонь... Хотя нет лечащих эффектов. Сидите в жопу. Я лучше похожу с ними. Я тут думаю, что меня так не очень сильно лечит. Ой, ты же мой хороший, сильный гном. Ладно, мы здесь остановимся. Я думаю, вы уже догадываетесь. В следующей серии добьем вот этот план, этот остров. Спасем Морриган, Стэна и... Да, после этого я, скорее всего, по всему этому делу еще раз пробегусь. Уже за кадром, без вас. И потом мы уже с вами пойдем мочить главного босса. Но, скорее всего, у нас на все это уйдет еще серии 2. Потому что в следующей мы, скорее всего, здесь, ребят, завалим. Возможно, спасем Морриган. Или кого там, кто нам попадется. В общем, еще 2, может быть, даже 3 серии у нас на это дело уйдет. На окончание вообще, в принципе, с кругом магов. Пока что, повторюсь, как-то легко. Я не думаю, что станет сложнее, что прям... Ну, хотя у нас еще финальный босс. Тени, поэтому, конечно, губу особо раскатывать пока не буду. Но пока что все довольно легко. И это странно! Это очень странно. Я вот... Блин, я серьезно, я не знаю. Я уже это много разговаривала. Я вас, наверное, достала уже этим. Ну, серьезно, я не знаю. Почему так легко? Серьезно, как будто бы я... У меня иногда возникает чувство, что я вообще на легком играю уровне сложности. Но это не так. Я вот ради любопытства, знаете, наверное, за кадром что-нибудь поделаю. Вот буквально убью вот этих вот ребят, которые в соседней комнате стоят на нынешнем, на кошмарном уровне сложности. А потом понижу до среднего и сделаю это еще раз. Просто, чтобы посмотреть разницу, вообще есть она или нет. Потому что, я не знаю, это какая-то хрень. Это как-то слишком легко все. В любом случае, надеюсь, что вам нравится за всем этим делом наблюдать. Если это так, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. До встречи в следующей серии. С вами была Сэн. Пока-пока. Так, мой тест уровня сложности. Так, стоп. Не бей никого. Просто стой. Хотя ладно, бей. Вот они меня мочат. Вот они меня очень активно мочат. Здоровье, в принципе, падает довольно активно. Но, половина здоровья. Я вообще ни одной кнопки не нажала, он атаковал сам. То есть, он просто делал обычную атаку. Больше ничего не происходило. Сейчас я попробую ради любопытства сменить на средний уровень сложности и зайти сюда, обратно. Итак, средний уровень сложности. Ну да, кстати, есть. Разница, конечно, колоссальная. Вообще ни о чем. Тихо. Вот это была средний уровень сложности. Средний уровень сложности. Хм. Ну, значит, мы действительно играем на кошмарном. Ну, блин, почему это так легко? Ты без нами, господи. Неужели я такой гений тактики, как утверждает эта игра? Не может быть такой. Это же бред феерический. Ну, ладно. Это был эксперимент. Серьезно. Я не верила прям в то, что мы играем на кошмарном уровне сложности, потому что местами, ну, слишком легко. И прям... Странно это было. У меня возникло, как я уже говорила, недоверие к всему этому процессу. Поэтому нужно, нужно было проверить для моего собственного успокоения. Теперь я точно знаю, что, да, мы все это время играли на кошмаре. Все хорошо. Все нормально. Можно гордиться собой, что у меня это получается хотя бы. Этого мне достаточно. В общем, да. Теперь я с вами точно прощаюсь. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok